Привет, YouTube! Решаем задачу номер 84 из сборника Демидовича. Доказать с помощью критерия Каши сходимость следующей последовательности. И давайте вспомним, что нам нужно для критерия Каши. Итак, для любого ε большего 0 у нас должно существовать n, которое зависит от ε, и мы его найдем в ходе решения. Такое, что для любого n маленького большего, чем n большое, и для любого p большего 0 справедливо неравенство. Модуль xn минус xn плюс p строго меньше ε. Теперь давайте запишем модуль разности xn и xn плюс p в нашем случае. Получается, модуль косинус 1 факториал разделить на 1 умножить на 2 плюс и так далее, плюс косинус n факториал разделить на n на n плюс 1. минус, теперь пишем xn плюс p. Это косинус 1 факториал разделить на 1 умножить на 2 плюс и так далее, плюс косинус n факториал разделить на n на n плюс 1, плюс и так далее, плюс косинус n плюс p факториал разделить на n плюс p и еще на n плюс p плюс 1. Так, скобку закрываем, модуль закрываем. Давайте внимательно посмотрим и убедимся, что первые n слагаемых взаимно уничтожаются. И у нас остается ровно p слагаемых со знаком минус. Однако, модуль стоит, а значит все минусы можно будет заменить на плюс. Поэтому напишем равно, модуль и все, что останется. Останется косинус n плюс 1 факториал разделить на n плюс 1 умножить на n плюс 2 плюс и так далее, n плюс косинус n плюс p факториал разделить на n плюс p и еще n плюс p плюс 1. Так, модуль закрывается. И давайте оценивать. Модуль суммы не превосходит суммы модулей, а в числителе у нас стоят косинусы, а модуль косинуса не превосходит единичку. Значит, можно все оценить следующим образом. Меньше либо равно, чем единица на n плюс 1 умножить на n плюс 2 плюс и так далее. И последнее слагаемое единица на n плюс p. И еще раз делить на n плюс p плюс 1. Отлично! Теперь давайте немного преобразуем выражение. А именно, каждую дробь представим в виде разности двух дробей. Первая дробь это разность дробей. Единица деленная на n плюс 1 минус единица на n плюс 2. Действительно, давайте в этом убедимся. Если мы приведем к общему знаменателю, в числителе получится 2 минус 1, то есть единичка. А в знаменателе произведение знаменателей. Вторая дробь, которая стоит под знаком многоточия, это единица деленная на n плюс 2 умноженная на n плюс 3. Ее можно записать в виде единица деленная на n плюс 2 минус единица на n плюс 3. И так далее. Записываем все дроби. И последняя у нас единица на n плюс p минус единица деленная на n плюс p плюс 1. Здорово! Теперь видим, что у нас взаимно уничтожается большое количество слагаемых. Мы получили так называемую телескопическую сумму. Давайте сократим все лишнее. Второе слагаемое уходит и третье, четвертое и пятое. И так далее. Уйдут все, кроме первого и последнего. Получается. Равно единица на n плюс 1 минус единица на n плюс p плюс 1. Теперь, если мы из дроби, единица деленная на n плюс 1, вычтем что-то положительное, то мы получим выражение меньше. А значит можно оценить все это как меньше единица на n плюс 1. А единицу на n плюс 1 для удобства оценим еще проще. То есть единица на n. Знаменатель уменьшил, значит дробь увеличилась. Ну и все. Теперь остается подобрать такое n большое, чтобы единица на n маленькая, для любого n маленького больше n большого, было строго меньше, чем ε. Давайте подумаем. Для этого достаточно взять n равным единица деленную на ε и еще целую часть. Итак, теперь можно вот в это место записать единицу деленную на ε, целую часть. И все. Теперь убедимся, что все работает. Если мы берем n большое, равным целая часть единицы на ε, а n маленькая строго больше, чем n большое, то можно сказать, что n больше либо равно, чем целая часть единица на ε плюс 1. А это строго больше, чем единица деленная на ε. Остается просто перевернуть дроби и поменять знак неравенства на противоположный. То есть отсюда следует, что единица на n строго меньше, чем ε. Что и требовалось доказать. У нас все работает, значит критерий Каши выполнен и наша последовательность сходится. Продолжение следует.